Добро пожаловать к нам на канал! В рамках партнерства набирающую популярность коллектив снимет клип на новый сингл Perfect Night, а в самой игре появится специальный игровой режим в стилистике Лес Серафим. Помимо этого, игроков ждут эксклюзивные внутриигровые предметы, среди которых легендарные облики на героев. Больше подробности события обещают раскрыть в рамках трансляции, которая пройдет 30 октября. Новый контент будет добавлен в Overwatch 2 1 ноября. Комьюнити-директор студии Insomniac Games поделился информацией касательно наличия в грядущей Marvel Spider-Man 2 режима новая игра плюс, а также возможности повторного прохождения отдельных миссий. Согласно его официальному заявлению, команда сейчас работает над введением данных опций, однако к релизу они точно не появятся. Похожая ситуация была и с первой частью, которая получила режим только через полтора месяца после своего запуска. В данном случае никакие конкретные сроки пока не указываются. Напомним, релиз Marvel's Spider-Man 2 должен состояться уже в эту пятницу, 20 октября. Создатели Vampire The Masquerade Bloodlines 2 поделились новыми подробностями и скриншотами. Так, в свежем выпуске дневников разработчиков заместитель арт-директора Бен Мэтьюс рассказал о силе неонуар и его реализации в контексте тайтла. По словам Мэтьюса, такая стилистика призвана передать убедительную картину Сиэтла от лица вампира-старейшины, роль которого на себя возьмет игрок. Помимо этого, разделение на темные и светлые тона поможет обозначить безопасные и опасные зоны в городе. Следующие подробности по тайтлу обещают представить только через две недели, в новых дневниках. Релиз Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ожидается осенью 2024 года. Студия Wildcard опубликовала первый скриншот из грядущего Ark Survival Ascended, ремастера Ark Survival Evolved на движке Unreal Engine 5. По описанию, кадр был сделан при помощи встроенного в игру фоторежима. Для обеспечения такого уровня графики команда задействовала такие технологии, как Nenit, Lumen, RTXDI и другие инструменты движка от Epic Games. Напомним, что премьера обновленного проекта ожидается осенью текущего года, однако до сих пор авторы не поделились никакой информацией касательно конкретной даты или же состояния самой игры. Разработчики хорроров «Осмофобия» сообщили о переносе даты релиза консольной версии. В этот раз ее отложили на неопределенный срок. Причиной стал перевод студии на уделенную работу и последующий переезд в новый офис. Помимо этого, команде пришлось полностью переделать карту Maple Lodge Campsite из-за подготовки к релизу на устройство виртуальной реальности PSVR 2. И теперь у локации другая планировка. Также напомним, что 26 октября в «Осмофобии» запланировано хэллоуинское обновление, в котором пользователям предстоит собирать рецепты и варить зелье в своем лагере. За участие в нем можно будет заработать значок ID-карты и трофей для коллекции. Студия Red Barrel опубликовала новый трейлер грядущего хэллоуинского ивента для The Outlast Trials. В свежем ролике продемонстрировали локацию, на которой будут разворачиваться события проекта. Напомним, обновление должно добавить в игру четвертую программу исследований, еженедельную программу, дополнительные испытания, особый хэллоуинский внутриигровой ивент со специальными наградами, а также предметы косметики, декорирование своих комнат и изменения в балансе. Напомним, запуск событий намечен на 26 октября. Владельцы бывшей социальной сети Twitter, сегодня известной как X, вводят новую платную подписку, добавляющую возможность публиковать посты. Сейчас она проходит тестирование в Новой Зеландии и на Филиппинах. Стоимость годового обслуживания составит 1 доллар. Изменение будет актуально только для новых аккаунтов. Без него пользователи смогут только читать посты других людей, подписываться на них и смотреть видео без возможности оставлять сообщения или комментарии. Согласно заявлению, введение подписки нацелено на борьбу со спамом и ботами. Mighty Boy Studio, основанная бывшими сотрудниками Flying Wild Hawk, Cyber Interactive, Allcat и My Games, анонсировала свой дебютный проект Babylon X. Это научно-фантастическая ролевая игра, событие которой разворачивается в альтернативной истории древнего мира, период построения Вавилонской башни. Тайтл сочетает в себе элементы западного и восточного фольклора, вдохновляясь такими известными классическими JRPG, как Final Fantasy. Главными героями выступят Самсон, бывший пророк, а ныне Меглеров, и Лейка, молодая жрица лунного культа. Геймплей представляет собой исследование полуоткрытого мира с боевой системой, использующей тактические элементы и магические заклинания. Даты релиза пока нет. Electronic Arts назвала день появления ремейка Dead Space в библиотеке подписочного сервиса EA Play. Так игра станет доступна всем владельцам тарифа 26 октября, при этом ее уже могут запустить подписчики плана EA Play Pro. Напомним, релиз ремейка Dead Space состоялся в январе текущего года, сейчас игра доступна на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Разработчики хоррора от первого лица Amnesia The Bunker выпустили ролик, в котором поделились новыми подробностями касательно грядущего бесплатного колуинского обновления. В видео креативный директор проекта рассказал о дополнительных параметрах настройки. В частности, пользователи смогут выбрать сложность, агрессивность крыс и монстра, уровень его преследования игрока, радиус получения повреждений от взрыва гранат, объем инвентаря и многое другое. Помимо этого, разработчик отметил, что вместе с расширением в проекте улучшат систему генерации случайных событий и предметов. Дата выхода обновления пока не раскрывается. Один из геймдиректоров предстоящего хоррора Alan Wake 2 поделился новыми подробностями. По его словам, стычки с противниками в игре станут значительно сложнее, нежели это было в оригинале. В частности, это достигается за счет того, что противники будут дольше находиться на экране. Что именно под этим подразумевается, разработчик не уточнил. Однако, журналисты предположили, что для уничтожения врагов потребуется больше попаданий, а они сами не будут слишком явно бросаться под пулем главного героя. Также было отмечено, что сиквел стал менее динамичным, чем в первой части. Напомним, релиз Alan Wake 2 намечен на 27 октября для ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Студия Атлус поделилась свежей информацией о грядущей тактической РПГ «Персона 5 Тактика». Разработчики рассказали о таких деталях, как новая дыра плюс, трофеи и многое другое. В частности, стало известно следующее. В проекте будут побочные квесты с особыми условиями и механиками. За их выполнение можно будет получить самые мощные умения. У пользователей будет возможность повторно пройти уже завершенные этапы, чтобы быстро получить дополнительный опыт, деньги или персонажей. Для получения всех наград с каждого уровня потребуется закрыть три обязательные бонусные миссии. Далее режим новая игра плюс, как это и водится, откроется после завершения проекта и позволит начать сюжет заново, получив при этом все разблокированные ранее персоны, деньги, оружие и прочее. За его завершение можно будет открывать концепт арты, иллюстрации, дизайны персонажей и многое другое. Напомним, релиз «Персона 5 Тактика» намечен на 17 ноября. А теперь календарь событий на завтра, пятницу 20 октября. Состоится релиз Marvel's Spider-Man 2 и станет доступна Super Mario Bros. Wonder. И на группу в Телеграме доступен весь наш контент, а также на наши страницы Boosty и Donation Alerts для помощи в существовании канала. Большое спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!